Десногорцы проверили силу духа и веры в крещенских купелях. В течение прошедшей недели в МВД России по городу Десногорску поступило 126 сообщений и заявлений. Святки, обряды и гадания в Десногорском историко-краеведческом музее. В ночь на 19 января больше двух миллионов человек приняли участие в праздновании Крещения Господня. Об этом сообщается на сайте МВД России. Всего было проведено почти 9 тысяч религиозных мероприятий, посвященных православному празднику. Для обеспечения безопасности во время богослужений в храмах и монастырях, а также в местах купания, были привлечены 40 тысяч сотрудников полиции. Например, в одной лишь Москве к местам купаний пришли более 90 тысяч человек. Для них были оборудованы 46 площадок. В Смоленской области были подготовлены 48 мест для крещенских купаний. Ближайшая к Десногорску купель традиционно находилась в деревне Савеева. Там же побывала и наша съемочная группа. На часах 11 вечера, а на источнике Казанской иконы Божьей Матери уже собралось много тех, кто решил стать частью этого праздника и встретить его по всем христианским канонам. Старшее поколение, молодые девушки и юноши, а также маленькие дети на праздник приходили целыми семьями. Ближе к полуночи верующие собрались возле часовни на совместный праздничный молебен. После этого настоятель храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости Протеерий Виталий совершил главный обряд праздника – освящение воды. После Протеерий Виталий окропил святой водой прихожан и поздравил с крещением Господним. Доброго здравия, благословения вашим семьям, всем родным и близким, освящение ваших жилищ, отгнание всякого зла из жизни, из души и сердца и всего самого доброго. Считается, что в этот день вода во всех водоёмах становится целебной, избавляет от всех недугов и болезней. Поэтому, чтобы быть здоровым и счастливым весь предстоящий год, а также просто набраться сил, многие люди окунаются в купели и проруби. Гости и жители Десногорска – не исключение. Первым, кто ощутил на себе благодать целебного купания, были мужчины. Ближе к полуночи желающих испытать свою силу духа становилось всё больше. Для многих этот обряд – регулярная и ежегодная традиция. Было холодно, я хотела ещё, у мамы просила шесть раз по три, потому что закалённая. Я приехал сюда самый первый сегодня, искупался. Очень прекрасно. Что я могу сказать, я до сих пор могу сейчас раздеться и стоять, мне будет жарко. Это прекрасная купель, чистая. Первый раз искупался. Помимо очереди к купели, нескончаемый поток желающих выстраивался и к источникам, чтобы набрать крещенской воды. Также возле часовни был накрыт стол с горячим чаем и различными угощениями, чтобы люди смогли согреться и подкрепиться после купания и долгого пребывания на улице. Ксения Вьюшкова, Александр Рафиев, Десна-ТВ. О криминальной обстановке в городе расскажет руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по городу Десногорску Сергей Чулков. В течение прошедшей недели в ОМВД России по городу Десногорску поступило 126 сообщений и заявлений, из которых 7 преступлений, раскрыто 4, нераскрыто осталось 3 преступления, телесных повреждений 20, ДТП с техническими повреждениями 2, смерть некриминального характера 3, прочие 94, раскрыто 4 ранее совершенных преступления. На территории города Десногорска выявлено сотрудниками 98 административных правонарушений, из них за нарушение правил дорожного движения 68, прочие 20. Преступление террористической направленности не допущено и не выявлено. 17 января в Десногорском историко-краеведческом музее прошло мероприятие «Святки-гадания до колядки». Зрители не только познакомились с историей о святочных вечерах, но и сами смогли погадать и судьбу свою узнать. Святки – это двухнедельный период зимних праздников. Они начинаются в рождественский сочельник, который приходится на 6 января, а заканчиваются 19 января, то есть на крещение. В это время проходят и гадания, которые считаются наиболее правдоподобными. Раньше очень вообще ждали этого периода, когда можно было погадать, прикоснуться к чему-то такому вот необъяснимому. Кроме того, рассказывали страшные истории в это время. Проводником в мир славянских традиций стал преподаватель фольклорного отделения Десногорской детской музыкальной школы Владимир Платонов. Вместе с фольклорным коллективом школы, подзвуки, волынки, гюстный и других традиционных музыкальных инструментов ему удалось воссоздать ту самую сказочную атмосферу. В этот же вечер можно было приоткрыть тайну будущих событий, семейного и финансового благополучия. Присутствующие могли стать не только зрителями, но и участниками таинства гадания. Будем гадать на деньги, на близкое или на долго? На близкое. Доставай монету и узнаем. Славянская культура на редкость богата и многогранна. И каждый такой обряд – это не просто традиция. Это еще и залог духовного воспитания, которое закладывает нравственные устои с самого детства. Вот эти детки, которые занимаются этими традициями, которые изучают нашу культуру, они уже будут другими. Они уже будут по-другому воспринимать этот мир. Они уже будут намного внутренне богаче, чем те дети, которые этого ничего не знают. В том числе, благодаря таким мероприятиям, наследие русского фольклора остается культурным багажом для многих жителей России. И это несмотря на когда-то далекий 21 век. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Графеев, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 21 января в Десногорске пасмурно, небольшой снег. Днем плюс три, ночью минус два. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok